Дата в истории российских спецслужб. 50 лет назад была создана легендарная группа Альфа, которая быстро вошла в число самых эффективных спеццеподразделений мира. Операции особой сложности на территории страны и за рубежом. Их участники проходят подготовку, как говорят, в условиях, максимально приближенных к боевым. Но Альфовцы и не раз переходили эту грань. За полвека совершенствовались оружие, экипировка и тактика. Одно оставалось неизменным. Все эти годы служат в Альфе офицеры, верные долгу и традициям. Штурм самолета, в котором по легенде террористы захватили заложников или вагоны метро, спортивного дворца. В кромешной тьме нужно быть готовым ко всему. В этих помещениях они работают с настоящим оружием. И я приоткрою секрет, бывают даже ранения какие-то мелкие, даже на тренировочном процессе, рассказывает ветеран группы Альфа Алексей Филатов. До момента истины, настоящего штурма. Сотни, если не тысячи таких учебно-тренировочных. Их называют тяжелые. Понятно, снаряжение, броня. Да и работы не из легких. Кажется, способны сносить бетонные плиты на своем пути. Улыбаются голова не для того, чтобы крушить стены, а думать. Успех – это, прежде всего, боевое слаживание и натренированность, когда понимают друг друга без слов. Каждый шаг, движение, выстрел, отработаны. Группа как единый организм. Безоговорочное доверие. Доверяют-то друг другу своей жизни. Открывается дверь. Идет первый, как правило, с бронещитом. Его тренировке особо и уделяется внимания. Почему? Если дать обычному человеку этот бронещит, даже здоровому, культуристу, когда он выйдет с этим щитом и получит очередь из автомата в этот щит. Я не уверен, что он не уйдет с линии огня. А если он уйдет с линии огня, то все отделения, которые идут за ним, покойники, говорит ветеран группы Альфа Алексей Филатов. Группа была сформирована в июле 1974 по распоряжению Андропова для борьбы с террористами, освобождения заложников. Но и в первый штурм, в 1979-м, дворец Амина в Афганистане, Таджбек считался неприступной крепостью. Его обороняли более двух тысяч афганских гвардейцев, штурмовавших, в три раза меньше. Боевая группа Гром, это и были бойцы Альфы. Зенит, а также мусульманский батальон, это ГРУ. Всего 660 человек переодетые в афганскую форму. Для определения свой чужой, белая повязка на рукаве и пароль отзыв Миша Яша. Вот отсюда мы проникли. Некоторые ребята отсюда проникли в здание и стали, как под Сталинградом, штурмовать комнату за комнатой. Вышибать, проверять, вышибать, гранатами закидывать. Первый зачистили, потом второй уже, рассказывает ветеран группы Альфа Виктор Анисимов. Буква А на шевроне, как тонкая струйка крови. Люди в броне и сами будто из особого сплава, но тоже не железные. Трагедия Беслана в этом году исполнится 20 лет. Говорить пока об этом сложновато. Сразу накатывает спазм, слезы. Понимаю, что настоящие мужчины не плачут, мне это простительно. Я уже в таком возрасте, что можно немного расслабиться, говорит ветеран группы Альфа Виталий Демиткин. Как боевые награды заблестели глаза от воспоминаний. Виталий Демиткин, настоящая легенда, 26 лет отслужил в Альфе. Освобождал захваченных пассажиров в самолете в Тбилиси в 1983-м. Туристов из Кореи в экскурсионном автобусе в Москве, на Васильевском спуске в 1995-м. На его счету 8 малоизвестных операций по задержанию шпионов. И это все тоже делали бойцы Альфа в костюмах и плащах. Конечно, особый шрам на сердце, Буденовск, Нортост и Беслан. Те дни до сих пор помнит, кажется, поминутно. Снимок после боя. Это примерно 18 часов 15 минут 3 сентября. Мы только вышли из школы. У меня в подразделении, которым я руководил, были практически все раненые. А в приданном два погибших. Это подполковник Разумовский Дмитрий Александрович, который вел за собой ребят. Своими телами нам позволили подойти к окнам спортивного зала. И майорка Сатонов, рассказывает ветеран группы Альфа Виталий Демиткин. Альфа вымпел, спасибо за то, что спасли наших детей. Надпись, которая появилась в спортзале первой школы чуть позже. Центр специального назначения ФСБ тогда понес самые большие потери, спасая школьников погибли 10 офицеров спецназа. Это каска под названием «Сфера». Она уже не используется, это в прошлом. Достаточно тяжелая. Пуля пробила ее с достаточно близкого расстояния, и погиб сотрудник, рассказывает ветеран группы Альфа Геннадий Соколов. Даже во время интервью, кажется, незримо боевые друзья стоят рядом, как при штурме, прикрывая спину. Павшие живые. И перед ними ответственность, доверенно хранить память точно так же, как жизнь в бою. Продолжение следует...